Реакция агглютинации на стекле На стекле бывает двух видов – ориентировочная и основная. Ориентировочная реакция агглютинации проводится с неадсорбированной сывороткой, в которой находится группа специфических антитела к родственным видам бактерий. В этом случае вторым этапом является постановка развернутой реакции агглютинации. Основная реакция агглютинации проводится с ассорбированной сывороткой, в которой содержатся строго видоспецифические антитела, а группа специфические удалены методом ассорбции по костеланию. Готовим стекло. Слегка его обезжириваем. Стекло должно быть абсолютно прозрачным. Убираем мыло. С обратной стороны, в краю, подписываем контроль, обозначаем его буквой «К». Кладём стекло на стол, зажигаем спиртовку и начинаем работу. На контрольную половину наносим каплю физросклора. На опытную половину наносим каплю известной сыворотки. Далее берём пробирку, где находится чистая культура неизвестного микроорганизма. Мы предполагаем, что здесь эшерихия коля, поэтому мы использовали сыворотку против эшерихия коля. Стерилизуем петлю. Оздушиваем петлю внутри пробирки. Прикасаемся к поверхности агара и снимаем микроорганизмы с поверхности скошенной части. Закрываем. Ставим. Тщательно перемешиваем с контрольной каплей. При перемешивании капля должна быть однородной. Никаких комочков, кусочков бактерий быть не должно. Стерилизуем петлю. Ещё раз берём пробирку. Открываем. И ещё раз берём бактерии с скошенной поверхности. Перемешиваем с сывороткой. Во время перемешивания каплю слегка размазываем, чтобы не было поверхностного натяжения, чтобы тщательным образом произошло взаимодействие антигенов с антителами. Далее в течение двух-трёх минут покачиваем стекло. Лучше всего учёт реакции проводить на тёмном фоне. В опытной части стекла, там где у нас капля сыворотки, должна произойти агглютинация, если наш микроорганизм соответствует сыворотке, которую мы нанесли. В контрольной половине, там где физраствор, капля просто остаётся мутной. Продолжение следует...